Глава 9. Преследуемые стотысячную французскую армией под начальством Бонапарта, встречаемые враждебно расположенными жителями, не доверяя более своим союзникам, испытывая недостаток продовольствия и принужденные действовать вне всяких предвиденных условий войны, русская 35-тысячная армия под начальством Кутузова поспешно отступала вниз по Дунаю, останавливаясь там, где она бывала настигнута неприятелем и отбиваясь арьергардными делами, лишь насколько это было нужно для того, чтобы отступать, не теряя тяжестей. Были дела при Ламбахе, Амштетине и Мельке, но несмотря на храбрость и стойкость, признаваемую самим неприятелем, с которым дрались русские, последствием этих дел было только еще быстрейшее отступление. Австрийские войска, избежавшие плена под Ульмом и присоединившиеся к Кутузову у Браунау, отделились теперь от русской армии, и Кутузов был предоставлен только своим слабым истощенным силам. Защищать более Вену нельзя было и думать. Вместо наступательной, глубоко обдуманной по законам новой науки стратегии войны, план, который был передан Кутузову в его бытность в Вене австрийским Говкрихсратом, «Единственная, почти недостижимая цель, представлявшаяся теперь Кутузову, состояла в том, чтобы, не погубив армии, подобно Маку под Ульмом, соединиться с войсками, шедшими из России». 28 октября Кутузов с армии перешел на левый берег Дуная и в первый раз остановился, положив Дуная между собой и главными силами французов. 30-го он атаковал находившуюся на левом берегу Дуная дивизию Мартье и разбил ее. В этом деле в первый раз взяты трофеи – знамя, орудия и два неприятельские генерала. В первый раз после двухнедельного отступления русские войска остановились и после борьбы не только удержали поле сражения, но прогнали французов. Несмотря на то, что войска были раздеты, изнурены, на одну треть ослаблены отсталыми, ранеными, убитыми и больными, несмотря на то, что на той стороне Дуная были оставлены больные и раненые с письмом Кутузова, поручавшим их человеколюбию неприятеля, несмотря на то, что большие госпитали и дома в Кремсе, обращенные в лазареты, не могли уже вмещать в себя всех больных и раненых, несмотря на все это, остановка при Кремсе и победа над Мартье значительно подняли дух войска. Во всей армии и в главной квартире ходили самые радостные, хотя и несправедливые слухи о мнимом приближении колонн из России, о какой-то победе, одержанной австрийцами, и об отступлении испуганного Бонапарта. Князь Андрей находился во время сражения при убитом в этом деле австрийском генерале Шмидте. Под ним была ранена лошадь, и сам он был слегка царапан в руку пулей. В знак особой милости главнокомандующего он был послан с известием об этой победе к австрийскому двору, находившимися уже не в Вене, которой угрожали французские войска, а в Брюнне. В ночь сражения взволнованный, но неусталый, несмотря на свое несильное на вид сложение, князь Андрей мог переносить физическую усталость гораздо лучше самых сильных людей. Верхом, приехав с донесением от докторова в Креме к Утузову, князь Андрей был в ту же ночь отправлен курьером в Брюн. Отправление курьером, кроме наград, означало важный шаг к повышению. Ночь была темная, звездная, дорога чернелась между белевшим снегом, выпавшим накануне в день сражения. То перебирая впечатление прошедшего сражения, то радостно воображая впечатление, которое он произведет известием о победе, вспоминая проводы главнокомандующего и товарищей, князь Андрей скакал в почтовой бричке, испытывая чувство человека, долго ждавшего и, наконец, достигшего начала желаемого счастья. Как скоро он закрывал глаза, в ушах его раздавалась пальба оружия и орудий, которое сливалось со стуком колес и впечатлением победы. То ему начинало представляться, что русские бегут, что он сам убит, но он поспешно просыпался, со счастьем как будто вновь узнавал, что ничего этого не было и что, напротив, французы бежали. Он снова вспоминал все подробности победы, свое спокойное мужество во время сражения и, успокоившись, задремывал. После темной звездной ночи наступило яркое, веселое утро. Снег таял на солнце, лошади быстро скакали и безразлично вправе и влеве проходили новые разнообразные леса, поля, деревни. На одной из станций он обогнал обуз русских раненых. Русский офицер, ведший транспорт, разваляясь на передней телеге, что-то кричал, ругая грубыми словами солдата. В длинных немецких форшпанах тряслось по каменистой дороге по шести и более бледных, перевязанных и грязных раненых. Некоторые из них говорили, он слышал русский говор, другие ели хлеб, самые тяжелые, молча, с кротким и болезненным детским участием смотрели на скачущего мимо их курьера. Князь Андрей велел остановиться и спросил у солдата, в каком деле ранены. — Позавчера, на Дунаю, — отвечал солдат. Князь Андрей достал кошелек и дал солдату три золотых. — На всех, — прибавил он, обращаясь к подошедшему офицеру. — Поправляйтесь, ребята, — обратился он к солдатам. — Еще дела много. — Что, господин адъютант, какие новости? — спросил офицер, видимо, желая разговориться. — Хороший, вперед! — крикнул он ямщику и поскакал далее. Уже было совсем темно, когда князь Андрей въехал в Брюн и увидал себя окруженным высокими домами, огнями лавок, окон домов и фонарей, шумящими по мостовой красивыми экипажами и всею-тою атмосферой большого оживленного города, которое всегда так привлекательно для военного человека после лагеря. Князь Андрей, несмотря на быструю езду и бессонную ночь, подъезжая ко дворцу, чувствовал себя еще более оживленным, чем накануне. Только глаза блестели лихорадочным блеском, и мысли сменялись чрезвычайную быстротой и ясностью. Живо представились ему опять все подробности сражения, уже не смутно, но определенно. В сжатом изложении, которое он в воображении делал императору Францу. Живо представились ему случайные вопросы, которые могли быть ему сделаны, и те ответы, которые он сделает на них. Он полагал, что его сейчас же представят императору. Но у большого подъезда дворца к нему выбежал чиновник и, узнав в нем курьера, проводил его на другой подъезд. «Из коридора направо, там, ваше высокоблагородие, найдете дежурного флигеля-адъютанта», – сказал ему чиновник. «Он проводит к военному министру». Дежурный флигель-адъютант, встретивший князя Андрея, попросил его подождать и пошел к военному министру. Через пять минут флигель-адъютант вернулся и, особенно учтиво наклонясь и пропуская князя Андрея вперед себя, провел его через коридор в кабинет, где занимался военный министр. Флигель-адъютант своей изысканной учтивостью, казалось, хотел оградить себя от попыток фамильярности русского адъютанта. Радостное чувство князя Андрея значительно ослабело, когда он подходил к двери кабинета военного министра. Он почувствовал себя оскорбленным, и чувство оскорбления перешло в то же мгновение незаметно для него самого в чувство презрения, ни на чем не основанного. Находчивый же ум в то же мгновение подсказал ему ту точку зрения, с которой он имел право презирать и адъютанта, и военного министра. «Им должно быть очень легко, покажется, одерживать победы, не нюхая пороха», – подумал он. Глаза его презрительно прищурились, он особенно медленно вошел в кабинет военного министра. Чувство это еще более усилилось, когда он увидал военного министра, сидевшего над большим столом и в первые две минуты не обращавшего внимания на вошедшего. Военный министр опустил свою лысую с седыми висками голову между двух восковых свечей и читал, отмечая карандашом бумаги. Он дочитывал, не поднимая головы, в то время, как отворилась дверь и послышались шаги. «Возьмите это и передайте», – сказал военный министр своему адъютанту, подавая бумаги и не обращая внимания на курьера. Князь Андрей почувствовал, что либо из всех дел, занимавших военного министра действия Кутузовской армии, менее всего могли его интересовать, либо нужно было это дать почувствовать русскому курьеру. «Ну, мне это совершенно все равно», – подумал он. Военный министр сдвинул остальные бумаги, сравнял их края с краями и поднял голову. У него была умная и характерная голова. Но в то же мгновение, как он обратился к князю Андрею, умное и твердое выражение лица военного министра, видимо, привычно и сознательно изменилось. На лице его остановилась глупая, притворная, не скрывающая своего притворства улыбка человека, принимающего одного за другим много просителей. «От генерала-фельдмаршала Кутузова?» – спросил он. «Надеюсь, хорошие вести. Было столкновение с мортье? Победа? Пора!» Он взял депешу, которая была на его имя, и стал читать ее с грустным выражением. «Ах, боже мой, боже мой! Шмидт!» – сказал он по-немецки. «Какое несчастье! Какое несчастье!» Пробежав депешу, он положил ее на стол и взглянул на князя Андрея, видимо, что-то соображая. «Ах, какое несчастье! Дело, вы говорите, решительное. Мортье не взят, однако», – он подумал. «Очень рад, что вы привезли хорошие вести, хотя смерть Шмидта есть дорогая плата за победу. Его величество верно пожелает вас видеть, но не нынче. «Благодарю вас! Отдохните! Завтра будьте на выходе после парада. Впрочем, я вам дам знать!» Исчезнувшая во время разговора глупая улыбка опять явилась на лице военного министра. «До свидания! Очень благодарю вас! Государь-император, вероятно, пожелает вас видеть!» Повторил он и наклонил голову. Когда князь Андрей вышел из дворца, он почувствовал, что весь интерес и счастье, доставленный ему победой, оставленный им теперь и переданы в равнодушные руки военного министра и учтивого адъютанта. Весь склад мыслей его мгновенно изменился. Сражение представилось ему давнишним, далеким воспоминанием.